И всем привет, ребят, с Мистер Байк, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен очень интересной теме, связанной с банами, которые произошли у нас вчера. Вчера, можно так сказать, уже даже вышли интересные видеоролики, связанные с этой темой. Я же записываю этот видеоролик чуточку позже. Выскажу свою точку зрения по поводу банов, ребят, в DM-режиме. Расскажу, что я думаю по этому поводу. Ну и то, насколько я не согласен с тем, что сейчас происходит. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком. Не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте мой личный тег, тег Team P. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо банов, то получается 2 дня назад, с момента выхода этого видеоролика, так как он выходит у нас получается 5 числа, произошли баны игроков в DM-режиме. Просто вдумайтесь, когда мне написали и сказали это, я, честно, я был не то, что в шоке, я был в полном аху шоке. В полном просто. Потому что я такого за 14 лет, который вот уже вот 14 год пошел, что я играю в эту игру, никогда такого, во-первых, не видел. Во-вторых, в моей голове это до сих пор никак не укладывается от слова совсем. Что такое DM и саботаж? Что это такое? Как может быть связь DM-ки и саботажа, если это режим каждый сам за себя? На протяжении всего этого времени в этом режиме были союзы, были голдоловы, которые не набивали вообще киллов от слова совсем, просто ловили голды. Были игроки, которые, например, там, шафт и шафт, которые друг друга не били и фармили, да, то есть, типа, тим шафтов, тим каких-то определенных вооружений, да, которые не били себя, исходя из правильных мыслей, да, и побуждений. Были группы, которые пикались, чтобы вместе играть, проводить время, так как это DM-ка. Это режим, в котором нет команд, нет их, их нету от слова совсем. Да, то есть, команд нету, ты не можешь кому-то саботажить, мешать или еще что-то, да. Ты каждый сам за себя, но ты вправе решать, с кем тебе играть. Так было всегда, всегда было именно так. В этом была и суть DM-ки, да, интерес DM-ки. Но, 3-го числа все поменялось. На своих экранах вы видите забаненного игрока, которого забанили в DM-режиме. В режиме игры каждый сам за себя, каждый танк является вашим соперником. Вы можете войти в игру в группе, но вот игнорировать своих друзей запрещено. К слову о группе. В DM-ку можно пикать группой, как и в любой командный режим. Если ты можешь пикать группой, как это может считаться за саботаж? Как? Это просто абсолютно нелогичные вещи. Абсолютно нелогичные. Это еще один факт того, что там нету этих команд, да. И ты как бы можешь в группе спокойно играть вместе со своими друзьями, тиммейтами там, да, и тушить. Ты никому не мешаешь. Абсолютно никому не мешаешь. Это не команда, где ты, например, там запикался друг против друга, да, и вы друг друга не бьете, да, и вы как бы саботируете. Это совсем другая вещь. Но это DM-режим. Данное действие нарушает правило 2.1.9. Недопустимые действия или поведение лицензиата, нарушения, влекущие по усмотрению администрации постоянный или временный блок аккаунта. Сговор. Одно, единственное слово. С-ГО-ВАР. Только какой может быть сговор в DM-ке? Какой? Какой? В моей голове до сих пор это не укладывается. Как может в игре, где 14 лет это работало, были миры и орех, да, вот тот человек, который сейчас, который сейчас во главе игры, да, можно так сказать. Он сам играл в эту DM-ку. И по тем же самым правилам он играл в эту DM-ку. По тем же самым правилам. Каждый игрок в этой игре играл по этим правилам. Каждый. Но, 2024 год начинает удивлять, да, и теперь начинают трактовать правила совсем по-другому. Появляются какие-то сговоры. Сговоры появляются. Блокирует игроков в DM-режимах. И вот это тот самый человек, которого вы видите на своих экранах, который начал эту всю тему. И по определенной информации, именно этот человек начал банить игроков в DM-режимах. Никому не известный чел, я, честно, вообще не знаю, кто это такой, да. Ник его Снори Штурсален какой-то, не знаю, что там, как это правильно читается. Появился и начал блокировать игроков в DM-ке. Также пошли очень интересные события в Штурме, но сегодня о них я говорить не буду. Возможно, запишу еще один интересный видос, да. Ну, с чем я отчасти согласен, да. Но будет тоже тема для высказывания. И начались вот эти вот блокировки игроков в DM-режиме. И все трактуется именно в сговоре. В сговоре. Сговор, да. В таком случае, я абсолютно не понимаю, почему, почему доступна группа в DM-ке. Я никогда не пойму. DM, в который можно пикаться группой, и где ты должен тушить типов, с которыми ты запикался в группе. Вот этого я никогда не пойму. Хоть убей, я не пойму этого. Да, то есть в моей голове это никогда не будет укладываться. Да, если я могу хоть как-то согласиться с тем, что якобы появились новые правила о сговорах. Там, что типа якобы это нельзя. Почему тогда можно пикать группой в режим? Ты по факту уже вместе. Вы уже вместе. Вы в группе. И вы вдруг должны бить друг друга. Я просто в шоке. Просто в шоке. Будет очень интересно понаблюдать за тем, что будет у нас дальше. Но вот такие вот сюрпризы появляются у нас в 2024 году. Хотел бы узнать вашу точку зрения, поэтому аккуратно играйте теперь в DM-ку. Не союзьте. А то вдруг вас забанят за саботаж. Да. Ну и хотелось бы услышать вашу точку зрения по этому поводу. Я до сих пор. Вот я вчера стримил, да. Сегодня записываю видосы. Я до сих пор в шоке от того, что происходит. Честно. Просто без комментариев. Это жесть. Какая-то просто жесть. Пишите свои мысли. Согласны ли вы с моей точкой зрения, что DM и саботаж это несовместимые вещи? Поддержите видос лайком, чтобы максимально его продвинуть. Чтобы, возможно, нас увидели, услышали, да. И очень сильно обратили внимание на эту тему. Так как я считаю, что это очень важная тема. Есть безумно большое количество любителей DM-ки. И я в том числе, да. Раньше вот каждый Новый год я играл в спецрежим. Каждый Новый год мы ловили голды. Каждый Новый год мы катали вместе с вами его. Вот один год я в него не поиграл. Один год. Один Новый год я в него не поиграл от слова совсем. Потому что не добавили елочку, которую я хотел увидеть. Да. И видите, что произошло. Видите, что произошло. Жесть. Просто жесть. Поэтому будьте осторожны. Будьте внимательны. И пишите все свои мысли по этому поводу. Продвигаем видос. И надеемся на то, что в ближайшем будущем это все дело у нас изменится. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok